Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. 1 ноября день судебного пристава. Это достаточно молодой праздник. В нашей стране он официально начал отмечаться с 2009 года. Однако у этой системы за плечами богатая история. Своя дорога к успеху и у Архангельской службы судебных приставов. Накануне профессионального праздника мы встречаемся с главным судебным приставом области Дмитрием Лобазовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! С каким же настроением будете встречать праздник? С рабочим. С рабочим, хорошо. Рабочее настроение, любой праздник, это, наверное, не праздновать как таковой, а просто спокойно, целеустремленно заниматься тем, что всегда и занимались. Так и будет. Как поработала служба за последние годы? Ну, тоже работаем достаточно стабильно. Что нас настораживает, у нас есть определенный постоянный рост поступлений исполнительных документов. Вот смотрите, у нас в исполнении находится 555 тысяч исполнительных документов, даже чуть-чуть больше. Я всегда говорю такой пример, что в Архангельской области миллион сто тысяч жителей. Так надо посчитать, фактически, наверное, каждая семья, ну, каждая вторая, как минимум, встречается с работой службы судебных приставов. Это, наверное, тоже не самый хороший показатель. А может, наоборот, выросло какое-то правовое сознание? Ну, надо посмотреть, что... Смотрите, 177 тысяч документов у нас по административным штрафам, штрафы ГИБДД. Выросло правосознание, стали больше штрафовать, стали больше платить. С этой точки зрения, то да. Но на мой взгляд, все-таки гораздо приятнее, когда все вопросы решаются в досудебном порядке. Конечно, это приятнее. Давайте теперь непосредственно к вашей работе. Вот по каким взысканиям сложнее всего работать? Ну, у нас есть определенные приоритеты, которые тоже не меняются. Это элементы. Достаточно эмоционально тяжело. Представьте, судебные исполнители занимаются в том числе и используют документы по отбиранию ребенка. Ну, очень тяжело психологически, очень тяжело морально. Это, конечно, людей выводится из строя. Ну, это объективная ситуация. Крайне тяжелая ситуация по исполнению — это предоставление жилья. Вот наше муниципальное образование, наши государственные органы, к сожалению, не всегда являются хорошими должниками и платят всегда вовремя, как положено, и исполняют те судебные решения. Это как раз тянется, наверное, годами, да? Это тянется, наверное, уже даже не годами, а десятилетиями. Но, на мой взгляд, это исключительно неправильная ситуация, когда сами госорганы в том или ином виде не исполняют судебные решения. Вот эта категория, конечно, самая тяжелая. — Да. Давайте вот остановимся, например, на алиментах. Это очень такая серьезная, как вы сказали, эмоционально тяжелая тема. Как вы воздействуете на должников? — Тоже законно предусмотрены предъявленные перечень. Это арест, это ограничение выезда. Это самое главное привлечение к уголовной ответственности. Вот я тоже такой пример привожу, что у нас, например, в общем-то, наверное, тоже положительный момент является, в общем-то, наверное, состояние всего общества, что количество элементных обязательств в каждом году уменьшается. Это хорошо. То есть люди или договариваются, или принимают какие-то иные меры, или, может быть, даже меньше разводов, но хотя по статистике это не говорится. — Цивилизованность. — Элементных обязательств становится меньше. И тоже такой достаточно важный пример, что в то время, когда занимались привлечением к уголовной ответственности по 157 статье за злостное уклонение от уплаты денежно-средственного содержания детей, органы внутренних дел у нас было в год примерно 300. Скажем так, 300 уголовных дел. Сейчас у нас, по факту, уже более тысячи. То есть достаточно действительные меры, поверьте. — Но вот здесь какие-то трудности вы испытываете? — Да, конечно, трудности испытываем. Надо его найти, раз. Надо его предупредить должника, два. Надо все равно меры принять. И самое-то главное, надо понимать, что ребенку-то что нужно? Не то, что его папа привлечен к уголовной ответственности, у нас бывает по два-по три раза привлекает, а реальные денежные средства. Этим тяжелее. Пытаемся на работу устраивать, но достаточно длительный и большой комплекс. — Возитесь с алюминиевыми? — Возимся. Куда деваться? Возимся, возимся. — А как, скажите, производится исполнение по неимущественным сборам? — Тоже определенный порядок существует. Это 7-процентный сбор, который определенную сумму составляет от совершения определенных действий. Это предупреждение, это административное. И опять-таки, если по юрлицам, то привлечение к уголовной ответственности. И такие факты бывают. Вот 315-я статья, которая как раз и определяет возможность привлечения должностного лица за неисполнение судебных решений. — Долги, да. Долги — вот еще одна очень такая больная, да, тяжелая тема здесь. — Долги всегда у нас же одна. Ну, единственное, вы знаете, наверное, пословицу, а тюрьмой от суммы зарекаться нельзя. И мы всегда говорим, что в жизни всякое бывает. Твоя задача — это должник уже. Не только, ну, попал ты в тяжелую жизненную ситуацию. Ну, ты не бегай от судебного пристава. Ты объясни ситуацию, покажи, где ты работаешь. — И что, вы пойдете навстречу? — А мы не пойдем навстречу. Во всяком случае, мы объясним цивилизованный нормальный порядок действий. Потому что иначе он будет ограничен выездом. У нас 3,5 тысячи раз человек ограничен. — В Архангельской области? — Конечно, в Архангельской области. Иные репрессии наступают в законном установленном порядке. Тут, в общем-то, бегать-то смысла нет никого. Розыском занимаемся, мы его найдем. Рано или поздно найдем. С разложением всех расходов. То есть перечень действий есть. — Но ведь есть же случаи, когда действительно должником становятся не по своей воле. Это, допустим, когда один человек взял кредит, другой за него поручился. — Ну, бывает. Опять-таки возвращаемся, что от чего нельзя зарекаться? От тюрьмы, от суммы. Это на самом деле так. Такие вещи бывают. Опять, законно предусмотрены случаи. И совершение исполнителем действий, установленного в законном порядке, иногда приводит не к фактическому исполнению, а к возвращению исполнителя документа без исполнения. Тоже установлен в законном порядке. Я всегда говорю своим коллегам и на всех совещаниях и встречах, если судебный пристав исполнитель совершил полный комплекс действий и вернул без исполнения, и его действия не обжалованы, не признаны судом незаконными, соответственно, он сделал все правильно. То, что это не получилось из-за конденсии, это объективная реальность. Надо обжаловать, надо предъявлять заново при необходимости, доказывать, что судебный пристав совершил что-либо не совершил. Но это тоже нормальная практика. Вы уже упомянули, сколько у нас должников в Архангельской области. А если сравнивать города, может, Архангельск, Северодвинск или еще какие-то цифры? Ну, понятно, Архангельск по определению самый большой. Вот Северодвинск понятно тоже, что по территории. Еще раз повторяю, у нас очень серьезно выросло несколько категорий документов после выступления. Это административный штраф, это видеофиксация. Ну, это тренд всей России. У нас серьезно выросли коммунальные платежи, растут. И, к сожалению, выросла заработная плата, поступление по заработной плате. Это тоже объективная вещь. Но что нас радует? Если в прошлые годы заработная плата была достаточно сложно взыскать, то сейчас мы, в общем-то, взыскиваем. Люди все равно получают свои реальные денежные средства, только получают, может быть, не в кассе предприятия, что, в принципе, объективные так и должны быть, а через лупо судебных приставов. А скажите, какие методы на должников такие наиболее эффективны? Ну, мы говорим, может, о тех, кто по долгам должники. Слушайте, стандартная ситуация. Это арест, это изъятие имущества, это ограничение выезда. В общем-то, так что еще придумаешь? Это обращение за заработную плату. То есть все стандартно, все спокойно. В общем-то, все как везде. Во всех странах, поверьте, все то же самое. Только мы-то еще хотим, чтобы, как в странах Европы, у нас было не только, скажем так, ограничение выезда, но и ограничение каких-либо прав. Вот, например, достаточно большое количество стран Европы, если ты являешься должником, тебя могут ограничить в правах вождения на автотранспортном средстве. Охота, рыбалка для нас очень актуальна для Севера. Это нормальная практика. У нас сейчас этого нет. К счастью, для должников нет. Но это вопрос очень серьезно прорабатывается. Прорабатывается вопрос. То есть это тоже могут наступить? Может, такие времена могут наступить. А вот расскажите, есть категория лиц, с которыми вообще сложно работать, или же вообще невозможно взимать с них долги? Ну, я вам сказал про процедуру, что если ничего невозможно, надо принимать процессуальные решения и возвращать без исполнения документы. А так судебный приспособитель должен быть в чем-то и психологом. Он должен уметь говорить со всеми. Нравится ему человек, не нравится ему человек. Есть у него деньги, нет у него денег. Соответственно, надо общаться, надо говорить, надо убеждать. В общем-то, это, наверное, самое главное оружие. Но, тем не менее, у нас вот таких людей много, с кого невозможно? Да, стандартная ситуация, я думаю, что немного, поверьте. В общем-то, почти со всеми можно работать. Почти со всеми можно работать. То есть, большую часть мы, конечно, доводим до фактического исполнения. Но есть, в общем-то, определенный процент, который, к сожалению, приводит результаты, которые, может быть, не всегда устроили взыскатели. Ну, такой практический вопрос. Какова сумма? Долго, чтобы человек не смог выехать? То же, она законом определяет, это 10 тысяч. Немного? Ну, 10 тысяч. Для вас может немного, для меня может немного, для кого-то достаточно серьезные деньги. 10 тысяч. Есть сложные ситуации, когда судебное исполнение вообще пробуксовывает? Бывают. Вот я уже как-то упомянул, это по муниципальным образованиям. Бывает, сносы очень тяжело идут. Знаете, спорят соседи, вот мне отодвинуть забор на метр. Ну, вот суды принимают решения законные, обоснованно. Мы их обязаны исполнять. Такие решения выполняются всегда сложно. То есть, чаще всего у должника нет денег. Он просто, может быть, и хочет этот забор передвинуть. Он с учетом особенностей, там, его там, и в деревне где-нибудь, он просто его не может передвинуть. Приходится делать за счет бюджета, потом эти деньги возмещают с должника. Ну, это очень длительная, тяжелая и кропотливая работа. Но тем не менее, она все равно делается. Ну, вы уже упомянули о том, какие механизмы воздействия есть, да, вот то, что вы о чем, так скажем, мечтаете. А достаточно вообще их? Или же... Ну, полномочия всегда, любой организации всегда хочется больше полномочий. Ведь надо понимать, что мы должны соблюдать, наверное, баланс интересов между должником и взыскателем. Но я считаю, что если мы добьемся гречения прав и добьемся законодательном порядке возможности, скажем так, даже не возможности, а обязанности должника декларируя свое имущество, вот как стал должником, подошел к судебному приставу, смотрел свое имущество, отразил официально, а если отразил неправильно или забыл, то наступает ответственность. Это будет хорошо. Судебные приставы получили, наверное, два года назад, да, возможность нанимать частных детективов. Это так? Это так. У нас есть такие? Нет. Пока таких случаев нет. Так что если частные детективы готовы обращаться, если взыскатель готов их оплачивать, потому что в законе обязательно взыскатель это должен делать, пожалуйста, мы готовы с ними работать. А какова здесь схема? Ну, это должен быть инициатива взыскателя и его деньги. Он говорит, что я нанимаю частного детектива, да? Да, и он занимается. Это нормальная практика тоже, достаточно цивилизованная и понятная. Ну, в Архангельске еще раз таких случаев не было. И судебные приставы теперь занимаются, могут заниматься розыском? Ну, мы и раньше занимались в том или ином объеме, но сейчас занимаемся розыском в полном. То есть по элементам должников, по элементным обязательствам, имущество их ищем. Так что это нормальная практика. Зачем вам такие функции? Почему на вас они возложены? Ну, как и зачем? Дополнительные. Ну, все, что приводит к исполнению судебного или иного решения, это не дополнительные функции. Если в результате розыска должник найден, найден на его имущество и взыскательница, там бабушка, дедушка, неважно кто получил денежные средства, это назвать дополнительной функцией, наверное, в общем-то не совсем верно. Ну, а иногда эта работа бывает опасной? Бывает всяко, но для этого есть судебные приставы по ПДС, которые занимаются как раз, в том числе и физическая охрана судебного пристава, исполнители обеспечат охрану в судах. В общем-то, для этого есть специальные люди. Какие вопросы нужно, на ваш взгляд, решать вот сегодня в службе судебных приставов, чтобы она заработала в полную мощь? Ну, надо просто спокойно развиваться. То есть, знаете, вот когда не надо революционных изменений, надо спокойно, постепенно, так как где идем, заниматься информатизацией, которая сейчас достаточно серьезно развита. Понятно, хотим зарплату, понятно, хотим иные вещи. Но это, еще раз повторяю, нормальный, обыкновенный процесс, который, надеюсь, будет продолжаться без каких-либо революционных потрясений. В вашей службе очень важна стабильность. Абсолютно, как и всем налог, кстати. Да. А как на ваш взгляд, вы уже упомянули, повысилось ли правовое сознание жителей Архангельской области? Да, повысилось. Вот я со многими дискутируемыми коллегами или с друзьями, с которыми встречаюсь, я достаточно давно работаю в этой системе, я знаю, что это на самом деле повысилось. Я помню, в годах, когда заплатить налоги, это было неприлично в среде. Платить, да? Да, было неприлично. Сейчас, поверьте, ситуация меняется. Наоборот. Наоборот. Радует. Ну да. Вы столько денег перечисляете государству, а сами-то удовлетворены финансированием? Ну, по определению, ни одна организация не скажет, что она удовлетворена финансированием. Ни одна не скажет. Поверьте, мы не исключение. Хотя определенные средства есть, мы занимаемся тем, что нам выделяют. И, в общем-то, еще раз повторяю, это нормальная, бюрократическая, бюрократическая, в хорошем смысле слова, работа. Кадров хватает? Хватает пока. У нас определенные есть вакансии, но они, еще раз повторяю, рабочие. А как обстоит дело в районах области? Ну, самый интересный вариант, наверное, вы, может быть, тоже со мной согласитесь, что чем ближе к центру, тем выше уровень заработной платы, тем тяжелее с кадрами. Поверьте, найти в районе хорошего специалиста, который будет держаться за работу, в чем-то легче. Скажите, пожалуйста, как можно стать судебным приставом? Ну, во-первых, надо иметь желание. Для судебного пристава исключительно обязательно высшее юридическое или экономическое образование, возраст, там не менее 22 года, и не быть судимым, и не привлекаться никогда к уголовной ответственности. И готовиться к очень тяжелой, но нужной работе. Да, вот, наверное, может, в районы и не хотят, и ехать, и заниматься. Да, хотят, едут, поверьте. В районах-то гораздо проще с кадрами, чем здесь. На самом деле так. То есть у вас есть вакансии? Ну, еще раз повторяю, коллектив большой, более тысячи человек. Конечно, вакансии периодически возникают, назначаются, но это в рабочем порядке все. Ну, вот мы с вами поговорили, так в общем, да, о ваших целях и задачах. А какие качества необходимы судебному приставу? Нужна ли физическая подготовка? Для судебного пристава по ПДС, который в обязательном порядке сдает зачеты по физической подготовке, это обязательный условие его деятельности. А для судебного пристава исполнителя, который в том числе ходит по участкам, иногда ходит на пятый этаж по шесть, по семь раз туда спускается, я тоже хожу это смотрю, конечно, тоже не лишний, как вы понимаете. Но самое главное для судебного пристава исполнителя, это, наверное, психологическая, моральная какая-то подготовка и определенная доля оптимизма, потому что она в нашей деятельности. Нельзя быть пессимистом, это точно. Разные очень бывают случаи, ваш приход, наверное, не все ждут. Ну, я тоже всегда говорю, что когда работает судебный пристав исполнитель, всегда кто-то недоволен или должник, или взыскатель. По определению, по-другому быть не может. Но вы не ждете любви от всех? Надо понимание. Любви-то зачем? Если нас будет любить взыскатели больше, чем должники, это будет хорошо. Среди приставов очень много женщин. И у вас, наверное, тоже в службе много женщин. А вот чем это вызвано? Случайно? Во многом женщины судебные приставы исполнительные, на мой взгляд, они лучше справляют свидетельность. То есть они педантичнее, они спокойные, они аккуратнее. Иногда они, по своей природной сущности, лучше общаются с людьми. Еще раз повторяю, это ни в коем случае у мужчин не умоляют. Потому что есть мужчины такие, ого, такие что. У женщин много. То есть надо такими человеческими качествами обладать. Спасибо вам большое, что вы ответили на наши вопросы. И небольшой блиц в конце программы. А вы кем мечтали быть в детстве? Вы знаете, вот я тоже сейчас вспоминаю, сижу. Мне всегда говорили мои друзья, будешь ты начальником? Будешь ты, наверное. Я как-то вот чуть-чуть получилось, понимаете. То есть начальником хотели быть? Ну, наверное, да. Знаете, кто-то водит машинки, а вот кто-то говорит, а я буду командовать, кто водит машинки. Вот, наверное, у меня это получилось. Хорошо. Это, конечно, шутка. А ваш жизненный девиз или фраза, которую вы любите повторять или чаще повторяете? Ну, все, что связано с оптимизмом, на самом деле так, что не так все плохо. В общем-то, давайте работать. Но без оптимизма нельзя, наверное. Я еще раз повторяю, это, в общем-то, достаточно серьезные качества для нормальной работы судебного пристава. Оно уже должно быть таким у вас профессиональным. Должно своих обязанностей записывать. Да, поэтому у нас есть психолог, кстати, который вот за этим все следит. Да, иначе люди зачерствеют. Ну, поверьте, это очень тяжелая жизненная ситуация. В общем-то, надо, конечно, это быть оптимистным чем-то. А за что вы любите свою работу? Можете так в двух словах сформулировать? Ну, поверьте, она приносит пользу людям. Удовлетворение получаете? Да. А вот такие самые интересные, может быть, ситуации? Да, всякое бывало. Есть и благодарности. Поверьте, приятные сейчас благодарности от бабушки, от дедушки, которому деньги взыскали. Есть и курьезные случаи, когда там... Ну, вот я уже как-то пытался сказать, что вкратце, ну, с учетом формата времени, что самые тяжелые судебные решения, которые исполняются, это, наверное, между родственниками в том числе. Когда люди прожили 60 лет, и по судебному решению бабушка истребует из дедушки отдела, который подарили на свадьбу. Это объективно, это реальное судебное решение. Вот как судебный пристав исполнитель его исполняет? Поверьте, такие вещи есть. Ну, вот так вот. И накануне праздника ваши пожелания своим работникам? Ну, что успехов, самое главное, оптимизма, что было уже сказано. И поверьте, мы занимаемся нужным и важным делом. Это тоже важно. Чтобы все были уверены, чтобы на работу приходили... Да, да, да. С улыбкой и с пониманием, что это нужно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. В нашей студии был Дмитрий Лабазов, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области. Главный судебный пристав Архангельской области. Совет от приставов. Чтобы не оказаться в ситуации возбуждения исполнительного производства, соблюдайте российские законы. Вот такие дела. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова